Срезать российскую символику с трофейной техники для ребят из ремонтной бригады – любимая работа. Другой, не менее приятный момент, если вражеская машина в руках украинских чародеев, занимающихся ремонтом, послушно заводится и едет. В данном месте проводится проверка технического состояния техники, которая находится на балансе военной части, и той, которая была затрофеяна во время введения боевых действий. По словам Богатырева, около 30% захваченной у врага техники нуждаются в ремонте. Время от времени бригаде приходится переезжать на новое место. Место меняем, поскольку, понимаем, есть коллаборанты, люди, которые подсматривают, лезут, смотрят. Поэтому периодически раз в два-три месяца мы меняем место. Российскую технику украинизируют не только военные. Вот кадры, снятые в Киевской области весной прошлого года. Сельские трактористы тащат вражеский БТР с пустыми баками, но зато с полным боекомплектом. Техника, брошенная врагом на позициях, может быть опасной. Иногда ее специально минируют во время отступления. Искореженные, обгоревшие, наполовину уничтоженные. Не всякую российскую технику берутся восстанавливать. При этом даже на таких машинах ремонтники могут найти детали, необходимые для починки других танков и БТРов. Танки, зенитные установки, многоцелевая гусеничная техника. Российские военные, убегая от ВСУ, бросают машины разного назначения и разной стоимости. Причем некоторые образцы современного вооружения армия РФ потеряла впервые в истории. Сегодня наши воины попробуют отремонтировать эту машину. Надеемся, в будущем эта боевая техника будет служить на пользу украинской армии. Все, что можно снять, свинтить и использовать, украинцы забирают. Это с орков, техники снято было. Возьми руки. Техника разбита. То, что уцелело, забираем и будем использовать против них. В прошлом году этот танк обстреливал украинские позиции. Сейчас боевая машина перешла на светлую сторону и пополнила ряды ВСУ. Треугольник на его башне раньше означал, что машина будет атаковать славянский Краматорск. Военные рассказывают, что нашли машину неожиданно. Целый, целёхонький танк стоял в кустах возле Купенска. Нашли где-то здесь. Здесь, рядом. Неподалёку его нашли. Вытащили, почистили, всё подготовили. Он исправный, он идеально работает. Это танк для нас. Новый русский танк Т-72Б3. Захваченный у российских военных. И будем на нём воевать и наносить максимальное поражение российским войскам, которые пришли на нашу землю или топтать нашу землю. Будем освобождать Украину. За трофейную военную технику украинские военные называют с юмором. Ленд-лизом от врага. По иронии судьбы, именно Россия один из лидеров по поставкам брони для украинской армии. Детрушка вот так. Есть. 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 И как сейчас модно говорить. Разработал российский ленд-лиз. Россия за первый год полномасштабного вторжения Украину потеряла более 8 тысяч единиц различной техники. Одни только уничтоженные и захваченные танки обошлись агрессору в 6 миллиардов долларов. И эта цифра растёт с каждым днём. Ещё очень много такой техники, которую они сами бросают и убегают. Особенно, когда тут наше наступление. Очень много нашей собрали техники. Техника очень быстрая. Ночной прицел очень хороший. В нём есть тепловизор. И он распознаёт тепло до 5 километров спокойно. Даже можно понять, кто это – животное или человек. Красота. Официальных данных по захваченным танкам противника нет. По оценкам независимых аналитиков, российские военные уже потеряли более 500 танков. Среди них большинство – советские образцы. Например, Т-64, Т-72 или Т-80. Но есть и относительно новой Т-90 «Прорыв». Помимо тяжёлой брони, оккупанты оставили в СУ более 100 единиц артиллерии, свыше 600 БМП, сотни БТРов, грузовиков, станций связи и даже несколько десятков дронов. Ребята, бросайте и дальше технику. Нам очень нужен такой ваш ленд-лиз. Для украинских военных российские трофеи – это знакомая техника. Для неё не нужно какого-то специального технического обеспечения и обучения. «Ой, сколько ж я на тебя уже напрыгался, моя, за кошмаром. Опа. Ань, ты включился? Ну шо там, шо с меня ноль. Все, выключайте. И шо, я? Да, ну отлично. Двигатель золотой. Двигатель новый стоит и коробка новая. Что-то такое. Красиво. Отжали и хоть шо там. Российский ленд-лиз прямо пропорционален наступлением в СУ. Самым урожайным было освобождение Харьковской области. Россияне также теряли свою броню и во время отступления из других регионов Украины. Перед вами БМП-2, захваченная на позициях противника в районе Времевского выступа. Освобождаем нашу территорию. Это результат слаженной работы всех служб, всех подразделений нашего батальона. Моменты, когда ребята технику сделали, протестировали, парни приезжают, благодарят. И мы знаем, что не зря мы это делаем. Есть что-то внутри, что не зря. Мы тут короли. Кроме техники, россияне бросают склады боеприпасов. Украинские военные все снаряды возвращают оккупантам. Трофейные техники радуются не только в ВСУ. На прошлой неделе британское издание Sky News написало о том, что часть захваченного российского вооружения Украина передала западным партнерам. Это помогает понять, как работает российское военное оборудование и как эффективно ему противостоять.